Стоило заболеть раком, чтобы начать жить. Существует определенный этап восприятия, и все мы имеем право на панику, но это не должно быть два месяца. Как мне сказала подруга, ты всю жизнь пила таблетки просто так, теперь ты будешь пить по делу. Я обратила внимание на то, что у меня не симметричен сосок. Это не втяжение. То есть я-то как раз ожидала и боялась втяжения. Ты будешь делать химию. Да, в прошлую пятницу я ходила на танцы после химии. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Сегодня в нашей студии гостья очаровательная Яна Анашкина. Она онкопациент. Сейчас находится на лечении рак молочной железы. Яна, привет. Привет, Оля. Ну, расскажи нам, что сейчас в твоей жизни, кроме лечения, происходит хорошего? Вот неожиданно для меня самой в этой жизни, вот у меня на данном этапе все хорошо. Я сейчас живу настолько активно, как не жила до диагноза вообще. То есть для меня это само открытием стало, что, находясь на активном лечении, на химиотерапии, можно так активно жить и работать еще к тому же. Расскажи про эту жизнь поподробнее. Но, опять же, неожиданно для меня самой, я не брала больничный практически. То есть ты сейчас работаешь? Да, я работаю и работала на протяжении всего лечения. Лечение у меня началось в мае 2018 года, то есть уже второй год. Ну, мы об этом попозже поговорим. Да. И я работаю совершенно активно, без потери для работы. Где ты работаешь? Я работаю руководителем объекта в корпоративном питании. Ну, в настоящее время это Газпромбанк. Директор столовой, если сказать более простым языком. Работа достаточно серьезная. Сколько человек подчинений? 24 на данном этапе персонала. Да, серьезно. Да. Это коллектив, которым надо руководить каждый день. Это коллектив, это производство. Кроме того, мы производим с нуля, соответственно, кормим людей. Поэтому это достаточно серьезная, активная работа. Как проводишь время свободное? Вот так же. Посещаю мероприятия. Я боюсь что-то упустить. У меня очень много в жизни стало театра, мюзиклов, концертов. Бывает так, что на неделе три посещения концерта я вот совершенно не высыпаюсь. Кафе с друзьями, какие-то встречи очень много. Кроме того, впервые за 25 лет я никогда не посещала вечер встречи выпускников. А в этом году меня вот этот вот диагноз подтолкнул. Я посетила две встречи выпускников, так как училась в двух разных школах. Впервые в жизни. То есть мне захотелось. Я пришла. Причем совпало так, что одна встреча была за неделю до операции, а вторая встреча выпускников была через неделю после операции. Нормальные рубежи. Да, и я настолько там отжигала, что опять же сама от себя даже и не ожидала. А одноклассники ожидали? Кто-то знал, кто-то не знал. Вот, ну, в принципе, я была всегда и в школе достаточно такая вот яркая и активная, поэтому, наверное, в большей степени ожидали. Но, конечно, не ожидали. Ну и, наверное, не знают и не знали, что вот это была, особенно вторая встреча, еще с бинтами под рубашкой. То есть реально это были повязки. Ты в бинтах пришла потусоваться со своей? Да, рубашка поверх повязки, да. Я решила не пропускать, потому что я вдруг остро поняла, что очень все скоротечно и... Ловить моменты надо. Нужно обязательно, да. Здорово. Ян, ты в нашем чате, доброе место, тоже участница чата, и ты такая вот скорая помощь. Когда вот я узнала о том, что у меня рецидив, мы сидели с тобой в ресторане, и ты мне приблизительно сказала, ну, не приблизительно, а ты мне сказала то, что мне назначат. Так оно и произошло. То есть у тебя еще медицинское образование, да? Ну, у меня, да, я все время, всю жизнь хотела стать хирургом, но, к сожалению, 90-е годы помешали высшему образованию, но образование медсестры, да, я получила. И вот ты изучаешь вот эту тему сейчас, связанную с онкологией, очень-очень подробно, въедливо, и ты любой девочке можешь помочь объяснить, разъяснить. После разговора с тобой я вообще успокоилась. У меня и так, ну, сильно я не переживала, волнения были, но после разговора с тобой, что тебя побуждает побуждает вот так вот всех брать под свое крыло и оказывать всем помощь. Побуждает именно вот прям вот эмоциональный порыв происходит просто помочь и успокоить человека. Мне очень хочется просто, чтобы человеку было поспокойнее, потому что я ужасно пережила вот эту вот постановку диагноза. Три месяца это был ад и для меня, и для родственников. Я примерно понимаю, да, что испытывает человек. И я вот, ну, прям вот это, честно, врагу не пожелаешь, называется. Поэтому я это помню, я пытаюсь помочь, пытаюсь как-то разъяснить, успокоить и рассказать. Потому что на том этапе мне тоже это помогло. Даже пришлось обратиться к... К психотерапевту, да. И антидетик. К сожалению, да, я не справилась. Мне очень помогали окружающие, но я не справилась, по-честному могу сказать. Тяжело было психологически. Это было ужасно. Я не вышла из этого состояния. И когда я пришла к психотерапевту, надеясь только на разговоры, на установки, она, поговорив со мной, сказала сразу, что существует определенный этап восприятия. И все мы имеем право на панику. Но это не должно быть два месяца, не должно быть... Человек не может ни есть, ни спать, это неправильно. Поэтому однозначно депрессанты, которые мне на том этапе очень помогли. А ты не ела и не спала? Я похудела, я не могла спать, да, я не ела. Как ты узнала с вами диагноз? Ведь у тебя была онконостороженность всю сознательную, можно сказать, жизнь. Ты очень онконосторожена была. Плюс еще медицинский подкован. Я очень онконосторожена. И вот, к сожалению, для меня самой остается это загадкой. На первом этапе я винила врачей, которые, ну, видимо, пропустили. И сейчас я не могу сказать, оглядываясь назад, но получилось так, что у меня возникли определенные подозрения. Они у меня были 12 лет. Проблемы с грудью у меня возникли после беременности. И на протяжении 12 лет я достаточно плотно наблюдалась. Но потом, как водится, прошел период, немножечко я подуспокоилась. И в тот, это было лето 17-го года, меня все-таки немножечко насторожило какое-то изменение. Я побежала к врачу, побежала в центр. Там меня доктор, причем доктор, ну, такая, достаточно в возрасте, очень долго смотрела. Она прописала мне Айвит и Йодомарин, сказала, что это мастопатийные изменения, придите через 3 месяца. Но через 3 месяца я пошла к своему доктору, который просто вышел из отпуска, а это был сентябрь. Она меня смотрела очень долго. Она у Зимни делала буквально 25 минут, поворачивая ко мне экран и все популярно объясняя. И ничего не было? Ну, фиброзно-кистозные изменения. На тот момент она мне тоже сказала, что попить Йодомарин, масло Мальва даже посоветовала из гомеопатии. Через там какое-то время придете. Я пришла через месяц, в октябре, еще раз. Еще раз она меня внимательно очень посмотрела. Идите, женщина, у вас все в порядке. Совершенно успокоила. И за 12 лет впервые я успокоилась настолько, поверив, вот как бы сделав 3 посещения у разных 2 врачей, что у меня в апреле, когда я обратила внимание на внешние изменения, поначалу даже я выкинула мысли, вытащила УЗИ, посмотрела описание, фотографии, думаю, да ну, ну 2 доктора, 3 УЗИ, ну ошибиться настолько они не могли. Вот, и еще раз, да, в апреле я заметила уже внешние небольшие изменения. Я очень онко-насторожена. И я побежала, вот, побежала к врачу, к этому же доктору, которому была в октябре и в сентябре, и который мне сделав УЗИ уже в апреле, я увидела лицо просто немножечко даже в панике. Она вызвала еще одного УЗИста из другого кабинета. Здесь мне совершенно все стало понятно. Хотя они мне говорили, не переживайте, не переживайте, мы просто, чтобы вот еще раз, сейчас еще один человек посмотрит. Но вот, к сожалению, они мне практически сказали сразу, особенно вот вторая вот женщина доктор. А какие это признаки внешние? Внешние. Но у меня вот достаточно большая грудь. Во-первых, я обратила внимание на то, что у меня несимметричен сосок. Это не втяжение. То есть я-то как раз ожидала и боялась втяжения. Но это было начинающее втяжение, то есть несимметрично. То есть если один сосок как бы вот он нормально был, второй немножечко пошел вниз, и образовалась такая морщиночка под риолой. Вот еле заметная морщиночка. Но это все равно не является естественным. Не является. Поэтому она меня очень насторожила. Плюс еще, ну вот на них я не обратила внимания, просто два как бы прыщика небольших это было, которые я восприняла как воспаление железок Монтагомери, потому что... Что такое Монтагомери? Ну, это... Есть такие железки у каждой женщины на ореоле. И в период гормональных изменений, ну, как правило, это беременность, какие-то там гормональные всплески, очень часто мы можем заметить вот такие, знаете, вот какие-то такие, скажем, эти железки более белые смазаны, а есть такие более красные. Но я совершенно не обратила внимания. Потом оказалось, что это уже местное распространение опухоли, так как опухоль была практически под кожей, началось уже практически врастание. Ну, вот ты когда это увидел, наверное, все равно мысли-то сразу. Конечно, я пыталась ее откинуть еще после этих трех УЗИ. Конечно, меня обдало волной такой, знаете, паники. Вот. Ну, месяц, месяц еще после этого я пыталась отогнать от себя эту мысль, по-честному. Ну, потому что еще, я еще раз говорю, что я буквально за пять месяцев до этого обследовалась. Но все-таки не давала она мне какой-то мысль, и я побежала вот к врачу, который вот сразу, тут уже сразу мне сказали, сразу. Ну, и вот потом вот эти вот начались переживания. Какие эмоции? Вот она тебе сказала, что сразу слезы, рыдания или что? Ну, это вот выражение «Земля ушла из-под ног», оно действительно вот выражается. И это действительно так. То есть я помню эту кушетку, я помню свое состояние, когда я лежу, и они надо мной вдвоем. И, ну, я понимаю, что это вот действительно то, это самый страшный кошмар, который воплотился в моей жизни. То есть я всегда боялась рака. Кому в первую очередь сказала об этом? Я начала звонить всем сразу. Я, конечно, маме, потом мужу, потом, значит, ну, я вообще не скрывала. Я вообще не тот человек, который что-то может скрывать и который что-то может держать в себе. Ну, вот такая у меня эмоциональная черта. Да, то есть мне надо это рассказать вообще всем. То есть я была настолько в панике и настолько в ужасе, что вот кому только можно, я позвонила всем. Я вообще не скрывала. Вот не скрывала вообще ни разу. Мне кажется, у меня полгорода колонны, я об этом знала. Ну, работа, естественно, вся тоже. Ну, вот сейчас мне смешно, но такое... Тебе это помогло вообще, вот то, что ты не ушла в себя, как многие это делают, а раскрылась? Абсолютно, потому что, как оказалось, очень у многих, ну, это действительно так, то есть знакомые знакомых, родственники, ну, конечно, люди, видимо, имели негативный опыт, когда уходили знакомые там, безусловно. Но мне таких примеров на тот момент вообще никто не приводил. Мне все говорили, а вспомни эту, а вспомни эту, а вспомни того, а вспомни того. И все лечились. Все лечились, все живые, и никто не умер. Ну, да, прошли, ну, да, обласили. Ну, вот ты посмотри, все живут и здравствуют. Вот, и я вот действительно там думаю, ну, да, вот действительно, вот и это я знаю, лечилась, и это лечилась. Ну, то есть помогало тебе это? Помогало, очень помогало. Меня очень мама успокаивала, которая мне говорила, все будет хорошо. Муж вообще не воспринял это, ну, как-то он сказал, да ну, какая-то, в общем-то, нормально все будет. Вот, очень помогла в то время заместитель моя с работы, которая... Я была готова уже уволиться и просто лежать плакать. Вот было мое состояние. Но люди, которые меня окружали, просто не дали мне этого сделать. Вот меня реально вытягивали. Ну, и потом медикаментозно тоже немножечко помогло. Конечно, конечно, конечно. И это, наверное, самое правильное решение было твое, пойти вот именно вот... Ну, опять же, меня сподвигли к этому со стороны. То есть, вот, опять же, мой заместитель, который мне сказал, иди, потому что ты, ну, не справляешься. Ты пытаешься. Ну, надо просто вот сейчас немножечко дать себе время осознать это. Ну, осознать, ну, с таблетками придется, видимо. Ну, вот, да. Я прислушалась и не жалею, честно. Потому что полгода, как бы, было такое, скажем, вот, лечение антидепрессантами. Слезла я от них совершенно сама. Спокойно. Абсолютно. Никаких побочек, наверное, не было? Я начала... Ну, как, побочек не было, я просто начала нормально жить. Я начала нормально есть, потому что я похудела на тот момент практически на 5 килограмм. Вот. Вот так вот, да. Ну, здорово. А с чего у тебя началось лечение? Вообще, где лечилась, с чего началось? Вот очень я благодарна судьбе, наверное, Богу, что я попала, конечно, на коширку. Но здесь тоже история такая у меня своеобразная. Меня начали лечить с гормонов. Я была в чате, ну, естественно, да, я в интернете тоже нашла чаты, девочки мне тоже очень помогали, но я была одна. То есть всем начинали лечить, всех начинали лечить с химией. А ты единственная, кто с гормонов. И вдруг у меня при такой высокой агрессивности, у меня киаи был 80, они начинают... А какой у тебя рак? Гормональный рак. У меня высокий эстроген, высокий прогестерон, нет хера. И очень высокий киаи, как ни странно. И меня на тот момент сразу посадили на гормоны, мне удалили яичники первым делом, не дав мне даже подумать. Потом, когда меня спросили, как ты пошла на это, дала удалить яичники, я сказала, что я была в таком паническом состоянии, когда мне сказали, для вас такая схема, и у нас операция через неделю, я даже и как-то не поддалась каким-то сомнениям. Я легла, и мне сделали это же кошерка. Ты полностью доверилась врачам? Абсолютно. Но были у меня метания в том плане, что у всех стадии, у меня третья, да, начинали в основном с химии, а тут гормоны. И я металась в одну больницу, во вторую, и все мне говорили, с химией, надо начинать с химией, надо начинать с химией. И я уже готова была пойти на химию, потому что это такой, скажем, традиционное совершенно лечение. Но тут опять же вмешалась мама, которая сказала, Яна, где кошерка и где как бы те больницы, в которые ты ходила. Кошерка – это кошерка, поэтому давай-ка доверимся кошерке. Вот. И, к удивлению, на таблетках, я была 7 месяцев на них, ну, естественно, до леничников, у меня реально, опять же, с видимым эффектом все пошло на спад. Это подтверждало и УЗИ. То есть лечение было выбрано правильно, зря ты как-то сомневалась? Я думаю, что правильно. Я пришла уже на операцию с опухолью, которая была в два раза меньше первоначальных размеров. То есть лечение было подобное? Да. Начали меня лечить, соответственно, в июне. В феврале меня прооперировали там же, в Блохина. Вот. Сделали мне мастектомию полную с удалением лимфоузлов. Ну, два лимфоузла, как оказалось, поражены были во время операции. Поэтому третья стадия? Третья стадия, нет, по размеру опухоли и по количеству лимфоузлов она вторая, Б. Но так как вот эти вот кожные проявления были, кожные проявления – это всегда третья стадия. Тут уже независимо, какой размер опухоли, это всегда третья. То есть опухоль прорастает в кожу? Да, да. Это уже местное распространение называется. Понятно. А дальше твое лечение продолжилось уже? Химиотерапия. То, что ты хотела сначала получить, тебе не отказали в этом удовольствии? Нет, не отказали. И что же? И все, и посыпались волосы? Ну, Оль, я была готова. В общем-то, я не восприняла по-честному. Я не знаю, почему. Я всегда очень относилась к своей внешности, так скажем, ну, урьяно за собой ухаживала. Это и сейчас все сохранилось. Почему-то потери волос для меня вообще никак не была шоком. Во-первых, я уже начала потихонечку стричься с осенью. Я же готовилась к химии с мая, а дождалась я ее в марте, практически через год. Вот, у меня было время, так скажем, морально прийти к этому. Ты человек, который может лечиться, умеет это делать. С чувством расстановкой. Да, как мне сказала подруга, ты всю жизнь пила таблетки просто так, теперь ты будешь пить по делу. Да, понятно. Вот, и я начала потихонечку подстригаться, потом даже какой-то интерес возник. Думаю, а как это вот девочки с короткими волосами, как мне будет? Хотя я все время ходила с укладкой, достаточно с длинными волосами, с рыжим цветом волос. Вот сейчас я в первый раз с 15 лет наблюдаю свой естественный цвет волос. Ах, вот ты какая Яна! Вот, и, соответственно, я начала потихонечку стричься. Я пришла к короткой стрижке уже к декабрю, мне было неплохо. И после первой химии красной, как мы говорим, на 17-й день у меня уже были парики на готове, потому что я слышала, что это происходит резко. Это действительно происходит резко. То есть вечером в пятницу я помыла голову и, ну, как бы так немножечко подергала, волосы были на месте. У меня даже такая мысль проскочила, а может, я уникум, они не выпадут? Ровно через ночь утром я встала, у меня вся подушка в волосах, я провела, и вот это было вот так вот реально. То есть это произошло в ночь. И я пошла, и в этот же день побрелась. То есть ты к этому была подготовлена? Я просто перешагнула в парикмахерской и пошла дальше. И вот эта вот красная химия, говорят, ее очень тяжело переносит. Ты работала в этот момент? Я работала постоянно, я капалась. Первая химия у меня вышла на 7 марта, вот здесь у меня была передышка 3 дня, вот эти праздники. То есть 7-го, 8-й я отмечала в больнице, совершенно прекрасно. Мы посмотрели красотку. Нет, не бурно, спокойно, но с осознанием праздника. Но опять же, я была готова. Во-вторых, все-таки мне помогает моя подкованность. Я очень много уже поговорила о сопровождающей терапии с доктором. Мы многое обговорили, я многое знала. Поэтому я начала уже принимать меры за несколько дней до химиотерапии. И прожила я ее абсолютно нормально. То есть, грубо говоря, я в пятницу капалась, в понедельник я выходила на работу. Я не могу сказать, что это было абсолютно нормальное состояние, нет. Что было? После первой химии у меня была немножечко такая, как пьяная голова. Как будто ты переболела гриппом, и вот ты переболела, и через неделю ты очухалась, и выходишь, есть такое немножечко состояние, когда голова как будто немножечко не своя. Я сказала об этом доктору, но второй химией уже мне предприняли некоторые меры за 2 дня до химии. И больше с такой вот пьяной головой я не сталкивалась. То есть, у тебя по бочку параллельно убирают, получается? Абсолютно. То есть, кроме того, я просто тоже быстро очень принимаю меры, потому что я тоже знаю примерно, что пить. Для чего? Ты на свою реакцию организма, ты тут же принимала пить? Да, абсолютно. Я не терпела вообще никогда. Вот эти вот средства, как и мент, конечно, это очень сильное средство, мне выдавали бесплатно. Блохина. Просто вот многие покупали, нам выдавали это бесплатно. Вот. И вот ничего такого сверхъестественного я не посетила. То есть, химию ты нормально перенесла, и сейчас еще она у тебя продолжается. Сколько тебе осталось? Продолжается. У меня осталось 6 химий, но это токсаны. Ну, чтобы понимали, да, есть стандартная химия, это 4 красных, 4 токсанов. Но сейчас есть выбор для того, чтобы пациент себя чувствовал достаточно комфортно на химиотерапии. Вот эти 4 токсанов делят на 12. То есть, мы проходим ее еженедельно. Сложнее как бы ездить, ну, кому особенно далеко, но гораздо проще переноситься. То есть, не такой удар по организму. Вообще. То есть, вот тут я не чувствую вообще. Ты выбрала вот этот. Я выбрала еженедельный вариант, поэтому у меня осталось еще 6. Завтра ты на химию. Завтра я на химию, да. А потом у меня планы, соответственно, походить с подругой на тренировку сходить и сходить на мультфильм «Король лев». То есть, я совершенно точно понимаю. Это в этот день? Да. Когда ты будешь делать химию? Да. В прошлую пятницу я ходила на танцы после химии, танцевала, то есть, в фитнес-клубе. Ну, да. Здорово. Да. Да. Ох. Что тебе помогло прийти в себя, кроме антидепрессантов? Вот тяжелый тот период. Ну, да. Во-первых, родственники, абсолютно семья, друзья. Вот как ни странно, многие говорят, что теряют каких-то людей. И достаточно много потерь бывает в кругу. У меня буквально, ну, я не знаю, один-два человека. Остальные все как-то, наоборот, объединились. И семья мужа, и как бы моя вот семья, да, и друзья на работе, и просто друзья, и коллеги, как бы все как-то объединились, и все вот дружно меня вытаскивали. Очень помогла еще, конечно, церковь. Я и до этого как-то вот старалась там ходить. Ну, все так сказать. Ну, ты до этого ходила в церковь, и здесь у тебя совершенно другой посыл и мотивация другая. Да, здесь у меня такая прям мотивация началась, что я прям начала ходить, ходить и ходить. Но сейчас вот, к сожалению, как только вот все более-менее опять нормализовалось, ну, как я человек тоже. Ну, ты же по святым местам ездишь. Ты тогда так не ездила, у тебя компенсация. Я не ездила, я первый раз на самом деле искупалась в святых источниках. Начала, вот в мае я узнала диагноз, в июне я уже искупалась в источнике и дальше продолжила. Ну, и вот, соответственно, в субботу, опять же, после химии мы вот в Оптину едем с подругой, да. Да, знаю я твою подругу. Да, эту подругу мне тоже послал диагноз, и вот Бог, да. Да. А ты начала заниматься вот в момент лечения скандинавской ходьбой, стрейчингом. Да. Как это помогает тебе вот справиться с проблемами, связанными с лечением? Ну, вот мое четкое убеждение, абсолютно четкое, что спорт и правильное питание – это вот первые помощники на самом деле. То есть я никогда не встану на сторону людей, которые будут говорить о том, что химия – это такой период, где можно себе позволить есть все, что ты хочешь, ни в коем случае себя ни в чем не ущемляйте. Вот хотите съесть торт – съесть и торт. Хотите тазик оливье – надо, значит, съесть тазик оливье. Ни в коем случае. То есть питание, вот если есть, так скажем, с силой воли, вообще лучше стол номер 5. Очень умеренное питание. Стол номер 5 – это что такое? А это то питание, которое прописывает при гастритах, при проблемах с печенью, потому что с желудочно-кишечным трактом страдает очень. Плюс физическая нагрузка должна быть обязательно. Я слышала, это не от одного врача, то есть ни один врач в Блохина мне не сказал, когда я сказала, что я бегу в спортзал после химии, мне ни один человек не сказал, не надо этого делать. Мне сказали, правильно, делай, ходи, занимайся, но нагрузка должна быть сильная. Мы должны же понимать, что все-таки кардиотоксичность тоже существует. И, соответственно, вот скандинавская ходьба и плавание – это идеально. Вот скандинавская ходьба – это просто вообще идеально. Плавание идеально для меня сейчас в меньшей степени, потому что, конечно, иммунитет немножечко подсаживается. У нас еще один гость. Да, иммунитет немножечко подсаживается. И, конечно, есть… Ну вот я вот простыла, плаваю в бассейне, но я, правда, переплавала час. Час я плавала и простыла. Сколько ты плаваешь по времени? Ну, я иду на тренировку, занимаюсь час на тренировке и час потом плаваю. То есть два часа я занимаюсь. Но для меня, конечно, бассейн – это вообще проблема. Я не очень люблю плавать. Для меня даже 29 градусов вода – это вот немножечко некомфортно. Я тебя поддержу. Я вообще плаваю не люблю. Да, поэтому вот. А вот скандинавская ходьба – вот рекомендую всем. И вот любой доктор порекомендует, потому что правильная нагрузка на руки, правильная нагрузка на ноги, умеренный темп. Это сердце вообще никак не страдает, только помогает. Сколько проходишь в день? Ну, мы стараемся проходить 5 километров. С нашей подругой? Да, с нашей подругой мы стараемся проходить 5 километров. Как часто в неделю? Вообще идеально 3. А вы? Я хожу 2, но у меня спортзал еще 2 раза. Когда спортзала не было, вот 3 мы старались ходить. А в спортзале что делаешь? Я стараюсь в спортзал сейчас в меньшей степени делать кардионагрузки, потому что все-таки темпа… Есть. Да, я все-таки сделала упор сейчас на мышце. Это вот стретчинг. Видела тебя с гантелькой. Да, но зумбу я тоже пропустить не могу. А, еще и зумба. Танцы, да, танцы тоже есть. Это, кстати, кардио. Это кардио, да, и она, конечно, тяжеловата. Сейчас вот на таксанах я чувствую, что… А дышка? Ну, как будто я пробежала такой марафон. То есть если я еще на красной химии, сама знаешь, в режиме онлайн танцевала, там по часу не прекращая, сейчас через 20 минут я чувствую, как будто все-таки марафон я прошла. Ну, доктор мне уже тоже прописал некоторые лекарства для поддержки сердца. Вот, поэтому… Надо мне тоже что-нибудь к доктору. Ну, давайте, горшточку таблеток нам мало. Но химиотерапия предполагает все-таки лечение параллельное. Ян, как тебя изменила болезнь? Вот, я не знаю, я говорю, наверное, это не будет с моей стороны вот какой-то такой, я не знаю, таким бахвальством. Но вот на самом деле в моем случае вот все, что не делается, все к лучшему, сработало на 100%. То есть я все время боялась, я жила в страхах, действительно, в тревогах. Вот здесь я получила этот рак, я стала гораздо спокойнее, это раз. Ну, ждала-ждала, получила, вдруг и успокоилась. Да, и вдруг я, да, вот получила, я успокоилась. Во-вторых, я стала лучше держать удар. Все-таки, ну, возможно, я как-то, ну, один ребенок в семье, может быть, я как-то поздно повзрослела, все, какая-то детскость во мне была. А здесь я действительно повзрослела, я стала держать удар от жизни. То есть я поняла, что жизнь – это не только какие-то счастливые моменты, но это еще и вот такие вот вещи, которые нужно пережить. И как ни странно, в них есть свои прелести. То есть не почувствовав вот так глубоко вот это вот падение, ну, вот так вот, скажем, удар, не будешь настолько остро переживать счастливые моменты. Пересматриваешь на самом деле каждый день. То есть я встаю, и если бы я раньше отложила, там, ну, тот же там поход в театр, потому что это был так, дом – работа, работа – дом. Теперь я понимаю, это все может закончиться. Оно может закончиться у всех, не только у меня. Поэтому нет, надо ловить момент, надо идти. И вот идешь туда, идешь сюда, вдруг я настолько активный образ жизни веду, что как бы муж даже уже смеется, говорит, что раньше ты была дома вечерами, сейчас раньше полвторого, ой, полвторого в час я вообще не прихожу. То какие-то концерты, то тренировки, то посиделки. Ну вот, и плюс я, конечно, стала жестче, честно. Я не знаю, плюс это или минус. В работе, наверное, плюс. По жизни, наверное, все-таки минус. Но я реально стала жестче. Я стала к людям относиться более жестко. Требовательно. Требовательно. И у меня вот раньше было такое глобальное сожаление. Я входила в положение всех и вся. Вот на данном этапе, вот я сейчас с этим тоже пытаюсь разобраться, не совсем понимаю, хорошо это или плохо. Я думаю, что разберешься. Но мне кажется, ты имеешь право, пройдя какой-то определенный этап в жизни, наполненный трудностями, преодолениями, болью, и с этим тоже пришлось столкнуться, ты имеешь полное право быть к тем, кто рядом, требовательным. Я уж не думаю, что ты там до каких-то определенных высот пытаешься подтянуть людей. Нет, конечно. Но какие-то мелочи, наверное, на них можно обращать внимание и указывать на эти мелочи. Я просто перестала терпеть еще, понимаешь? То есть если я раньше терпела что-то, какие-то там нападки, то сейчас я не считаю нужным это терпеть. Я просто вот откидываю и все. В этом плане это даже не, как ты сказала, более твердое стало. В этом плане, мне кажется, это только во благо. Не только тебя, но даже и тех, кто пытается напасть. Ну, так скажем, сесть на шею, может быть. Ну, да, да, да. Может быть, сложно сказать, на благо это или нет, но вот так это на данный момент. У тебя есть очень крылатая фраза, сказанная подругой. Да, подруга с институтских времен, которая сказала не в бровь, а в глаз. Которая, посмотрев на нынешнюю мою жизнь, вот на эту активность, сказала мне, Яна, стоило заболеть раком, чтобы начать жить. Вот это вот было сказано. Когда мы чувствуем смерть, да? Да, близко. То мы начинаем жить по полной, потому что ценность меняется в жизни. Ну, не во все, конечно, тяжкие, конечно же, нет. Но... Мы приличные женщины. Приличные, да. Лидия. У тебя вот эта онкомосторожность, она возникла не случайно. Нет. У тебя есть опыт, печальный опыт, связанный с твоей тетей. Расскажи нам эту историю. Тетя, родная сестра моего папы... Это было в каком году? Это было, ну, мне кажется, это был 2000-й год. Мы сейчас вспоминаем 2000-й год. Да, да. Я уже была замужем. Вот. У нее тоже возникла проблема с грудью. У нее рак. Она на тот момент поделилась, сказала, что у меня нашли рак молочной железы. Естественно, мы все ожидали операции, но ее не последовало. То есть она выбрала для себя нетрадиционную медицину. Боже мой. На тот момент еще к тому же, просто я сейчас провожу все-таки такую параллель, потому что в этом же году, вот в этот же период, заболела моя коллега с работы. Они одновременно, так скажем, проходили этот путь лечения. То есть моя тетя выбрала нетрадиционное лечение. Чего же это было? Ну, она лечилась глиной постоянно, какой-то глиной она обкладывалась. Она, я точно знаю, покупала какие-то уколы, специально ездила с какими-то вот ядами. Ну, я так понимаю, что она, видимо, типа полиголовы что-то может быть. Совершенно точно она лечилась у... Каких-нибудь колдунов-знахарей? Не у колдунов, а препараты у нас... Гомеопатия? Гомеопатия, да. На химии, да, выскакивает немножечко из головы. Гомеопатия. Это была... Это были немыслимые деньги на тот момент. Их действительно просто вытряслить с ног до головы, как бы, да? Вот они просто отдавали эти деньги. То есть, несмотря на то, что это было нетрадиционно, еще и выкачка денег была сумасшедшая? Выкачка денег была сумасшедшая. Она сказала одно, что я не дам резать грудь. Как это так? Я буду без груди. Ну, мы, конечно, все удивлялись. В общем-то, ничего такого не было. На тот момент она была долго замужем, у нее же было двое детей. Но я не буду без груди. И вот она лечилась, лечилась, лечилась. И, в общем-то, я видела этот период, когда она уже через какое-то время начала кашлять в платок. Это были кровавые прожилки. И она ушла. А вторая? А коллега до сих пор бегает. Коллега прошла сложное лечение. У нее была химия до операции, после операции, облучение. То есть, это была не первая стадия у коллеги, у моей. Она до сих пор бегает. А у тети, у моей начиналось с первой стадии, потому что доктор ей сказал, когда она пришла через два года, он сказал, что, ну, вот видите, у вас была первая стадия опухоль с горошинку. На данном этапе мы уже ничего не сможем сделать. Она все равно пришла к доктору. То есть, упустила время? Да, но она все это выслушала, развернулась и все равно ушла как бы, да. Ну, от доктора. Все равно лечение не продолжилось. Нет, но она была убеждена. Дело в том, что она была убеждена в том, что ей это помогает. При всем при этом у нее были уже очень сильные внешние изменения, но так как это была четвертая стадия, как бы там уже все это вылезло наружу, но она до конца убеждала нас, что у нее уже нет рака, что эта опухоль уже закапсулировалась из-за этой глины. Это вот так промыли мозги. Да, то есть она была убеждена в этом на 100%. И в какой-то момент, то есть, ну вот она, вот вроде бы как бы лечение глины, вроде бы как-то вот она период времени определенный живет в какой-то момент, и мы с мамой уже начали говорить, а может быть действительно это помогает, но вот человек живет, вот глины лечится, и все, в общем-то, нормально. Но потом это вот быстренько закончилось. И мгновенная смерть. Да, мы не ожидали. Достаточно быстро она умерла, прям вот практически там вот. Печальная история. Да. Ну и глядя на эту историю, ты, конечно же, решила, что с тобой может случиться то же самое, да? Онконосторожность. У меня, ну были, да, у меня была онконосторожность, то есть вот это вот всякие втяжения, потому что я в тот момент ее спросила, «Тють Валя, а как это у вас проявилось, как вы обнаружили?» Она мне сказала, что это было втяжение на первом этапе. Не показывала? Я хотела посмотреть, но потом, в общем-то, откинула эту мысль, вот, втяжение, и температура у нее стала подниматься. Это вот был самый первый этап начальный. Ты, наверное, с градусником просыпалась и засыпала. У меня был этап, я мнительный человек, когда я полтора года мерила температуру, и как ни странно, она у меня была 37. Но при этом ничего не было. Да. Ну, в общем, я, да, я еще раз говорю, что у меня очень, я была вот, вот, прям совершенно канцерофобка, то есть это прямо до каких-то масштабов во мне было. Сейчас уже это... Ну, а сейчас что уже? Сейчас уже... Ну, я для себя в тот момент, когда мы это обсуждали с мамой, вот, что коллега моя, вот тетя моя, я всегда говорила, «Мам, если это произойдет там у меня, то однозначно традиционное лечение». Не о каком традиционном. У меня даже не было раздумья, когда это произошло. У меня даже вот помыслов не было уйти в ту сторону. То есть вот нет вообще. То есть я знала только традиционное лечение. Ну, наш традиционное лечение и наш традиционный вопрос, да. Исходя вот опять же из этого опыта, который ты прошла, тебе пришлось преодолеть много уже чего. Да, еще впереди. И еще впереди, да, и есть путь. Что можешь посоветовать нашим зрителям? Я все-таки... Ну, я еще раз говорю, что не буду оригинальной. Посоветую все-таки зрителям ходить, если есть какие-то проблемы, все-таки к профильным врачам. То есть моя-то ошибка тоже была в том, что я пошла не совсем к профильным врачам. Если есть проблема и есть подозрения, нужно идти к онкологам. В этот раз. Во-вторых, все-таки не надо бояться. Вот общая проблема наша страны, что я лучше не пойду. Я знаю таких людей, а то вдруг что-то сейчас скажут. Нужно понимать, что вы все равно пойдете. Если что-то есть, ты все равно придешь. Но это будет уже совершенно другая стадия. И не нужно рисовать себе картинки, которые вот рисовала себе я, но, наверное, не я одна. То есть я представляла лечение совершенно в черных тонах. Если это химия, то я думала, что я буду лежать. Пластом. Как бы жизнь закончилась. Вот. На самом деле все совершенно не так. Не так страшно, соответственно, черт как его молюет. Но еще раз, и розовые очки тоже одевать не надо. Рак – это болезнь достаточно коварная, достаточно сложная. Да, но и не надо себе рисовать того, чего нет на самом деле. То есть вот она я, вот я прохожу химию, как бы, и вот в совершенном, так сказать, активном состоянии ее прохожу. Ну, жизнь, сильно на жизни это не сказывается. Нет. С исключением того, что выпали волосы, надо раз в неделю ездить. На капельнице. На капельнице. Да, абсолютно верно. Да. Ну, тоже традиционный наш вопрос. Это про планы на жизнь. А вот планы на жизнь – просто жить. Просто жить, достаточно активно. Очень хочется посмотреть, что сможет добиться в жизни вот моя дочка на данном этапе. Потому что… Сколько лет дочки? 14, а в сентябре будет 15 лет. Она у меня умница-разумница, действительно. Ну-ка, расскажи нам про дочку. Не хочу хвалиться. Ну, дело в том, что ребенок достаточно образован. Она прочитала очень много литературы, даже той, которую не читала я. Она написала книжку на данном этапе. Вот как. Да, в стиле фэнтези. Уже издала книжку? Она выставила ее на сайте. Ну, у них сейчас вот эти какие-то свои определенные там есть. Ага, то есть ее, эту книжку можно прочитать. Как называется? Называется книга «Хроники», по-моему, «Хроники Пятигорья», что-то такое. «Хроники Пятигорья». Да. Посмотрим. Так, можно нам ссылочку, мы тоже разместим, как интересно. Да, ссылочку на сайте обязательно. Какая дочка, 15 лет книга, и что, о чем эта книга? Ну, это фэнтези, это, так скажем, современный жанр, но написан очень хорошим языком. Это ты уже как филолог? Да, у меня еще есть и филологическое образование, а написано очень интересным языком. Написано это очень интересно, очень красочно, потому что книжки она читает, ну, такие вот достаточно серьезные. Брэдбери, то есть у нее есть от кого брать вот этот вот язык. Ну что ж, у нас, наверное, будущая писательница. Уже состоявшаяся, если опубликовала, интересно почитать. Да, с удовольствием. Спасибо, Яна. Спасибо большое, что рассказала свою историю. Ты для меня очень яркая подруга такая, в которую можно обратиться, мне кажется, в любое время дня и ночи. И я знаю, что ты всегда поможешь советом, откликнешься, никогда не останешься в стороне. И вот я точно знаю, что могу на тебя рассчитывать. И я знаю, что многие девочки так тоже думают, что могут на тебя рассчитывать. Это здорово, что нас вот жизнь свела не по очень такому хорошему поводу, да, но после этого повода как раз все хорошее началось. Спасибо тебе, что ты приехала, спасибо тебе, что ты есть в моей жизни и в нашей. Здорово, что вот все так. Вот, я надеюсь, что у наших зрителей тоже есть такие люди, как Яна, на которые всегда можно опереться в трудную минуту. Оля, я хочу сказать спасибо, у меня вот в этот период сбываются мечты. Я даже детскую мечту осуществила, побывала Снегурочкой на работе первый раз, уж если я решила, что диагноз, надо побыть Снегурочкой. И, конечно, я всегда хотела сняться где-нибудь. Ну вот, мечта осуществилась, да, вот еще одна. Спасибо большое. Яна, еще у тебя был недавно день рождения, я очень хотела на него попасть, но из-за того, что у меня были проблемы со здоровьем, я не смогла попасть на душу. Я была с тобой и с девочками, а сейчас я тебя хочу спрашивать. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо большое. Я тебя очень люблю. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Вот. Спасибо. 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 Спасибо.